Я хочу обратиться и прочитать текст Священного Писания. Это Евангелие от Луки, 23 глава, с 32 стиха. Евангелие Луки, 23 глава, 32 стиха. Вели с ним на смерть и двух злодеев. И когда пришли на место, называемое Лотнами, там распяли его и злодеи. Одного по правую, а другого по левую сторону. Иисус же говорит, Отче, прости им, ибо не знают, что делают. И делили одежды его, бросая жреб. И стоял народ, и смотрел, насмехались же вместе с ними. И начальники говорят, Других спасал, пусть спасет себя самого, если он Христос, избранный Богом. Также и воины ругались над ним, подходя и поднося ему уксус. И говорят, Если ты царь иудейский, спаси себя самого. И было над ним надпись словами греческими, римскими и еврейскими. Сей есть царь иудейский. Один из повешенных злодеев взблазгловил его и говорил, Если ты, Христос, спаси себя и нас. Другой же напротив унимал его и говорил, Или ты не боишься Бога, когда и сам осужден на то же. И мы осуждены справедливо, потому что достойны по делам нашим. Приняли. А он ничего худого не сделал. И сказал Иисусу, помяни меня, Господи, когда придешь в царствие Твое. И сказал ему Иисус, истинно говорю, ныне же со мною будешь в раю. Было же около шестого часа дня, и сделалась тьма по всей земле до часа девятого. И поверхность солнца из-за веса в храме разогралась посредине. И Иисус возгласил громким голосом, сказал, Отче, в руки твои предаю думу мой. Иисус сказал, спустил думу. Сотник же, видя происходящее, прославил Бога и сказал, Истинно человек этот был праведен. И весь народ, сшедший на сие зрелищи, видя происходящее, возвращался, бия себя в грудь. Сегодня, дорогие друзья, я прочитал только один акрель. Но буду говорить о семи словах, которые Христос сказал на Голгофском кресте. Эти семь слов, которые сказал Иисус Христос на Голгофском кресте, имеют для нас очень весьма и весьма великое значение. Мы знаем, что когда Иисус Христос страдал на Голгофе, и страдания эти были Его особенными, когда Он страдал, то в этот момент совершалось великое чудо. Было чудо в природе. Солнце померкло, и не стало средь белого дня светить, и оно исчезло на протяжении трех часов, и тьма объяла. И когда солнце померкло, и тьма объяла, не все люди именно еще поняли, что именно там, на Голгофе происходило. Как и сегодня, не все люди понимают, когда читают это повествование о страданиях нашего Господа Иисуса Христа. Не все люди понимают Евангелие. Что такое Евангелие? А Евангелие всего лишь означает это благая весть, радостная весть для людей. А почему радостная весть? А потому что человек со дня грехопадения Адама и Евы разлучен с Богом, и он не имел общения с Богом. Но вот пришел Сын Божий, который пострадал на Голгофском кресте, он соединил человечество, человека с Богом. И там тьма на Голгофе была три часа, и это было три часа хишины. Толпа, народ, которые так шумели и кричали «Распни! Распни!» И вдруг они все замолчали. И вот когда, дорогие друзья, там на Голгофе страдал Христос, среди этой тишины и раздались и слова нашего Господа Иисуса Христа. Первое слово, которое он сказал, там на Голгофском кресте, когда он произносил эти слова, и это было нелегко, вися, дорогие друзья, на гвоздях, ему нужно было набрать воздух и подняться, встать на гвозди для того, чтобы произнести эти слова. И это было тяжело, и это было нелегко, потому что становясь именно на эти гвозди, ногами и руками, это было очень и очень больно. Мы когда болеем, или когда только какой-то даже за носом в нашей руке, мы стараемся от ней, и от нее быстро избавить. Но Христос не старался. Он, награя воздух в свою грудь, для того, чтобы произнести эти слова, и эти слова он произносит. И первое, что это было, это молитва за всех людей. И он молится, он не мстит людям, там на Голгофском кресте, он не проклинает людей, а он говорит, прости Господи им, потому что они не знают, что делают. И вот он поднимается, там на Голгофском кресте, чтобы набрать этот воздух и выбросить эти слова, чтобы люди слышали эту молитву. Он молится о них. Когда мы своими грехами причиняем боль Христу, боль Богу, тот Он, Христос, молится и сегодня за нас. Мы своими словами, действиями, поступками, мы также именно причиняем Ему был боль. Мы сегодня, спустя какое-то время, оглядываемся назад. Мы говорим о том, что мы были бы совершенно другие люди. Какие же коварные, страшные люди и так далее. Но мы сегодня, именно когда слышим Его призыв, придите ко мне все труждающие, обремененные, и я успокою вас. Иногда мы смеемся над Евангелием, над Словом Божьим, над Христом. И таким образом мы распинаем Его. И Он молится за нас. Отче, прости нас, ибо они знают, что делаем. Второе слово, которое Христос сказал, там было два разбойника. Были два разбойника, которые были распяты также вместе с Ним. должно исполниться Слово Божье. Еще за много-много лет именно Бог предсказал, что Сын Его, Христос, будет распят среди разбойников и злодеев. И это то, что Бог сказал, оно должно исполняться. И мы знаем то, что Бог сказал, оно исполняется в жизни. Почитайте Евангелие сегодня, придите домой, 24-ю главу Евангелия Матфея. О последнем времени и какое будет последнее время. И последнее время не только будет именно войны, но там сказано, что и народ, и семья пойдет друг на друга. И мы это видим сегодня, реально это сбывается, потому что Слово Божье, оно не проходит. И вот там эти были два разбойника, которые также были распяты. Но они справедливо были распяты. Но один насмехается над Христом, если ты Сын Божий, сойди со Христа и спаси себя и нас. Но другой умаляется сердцем и просит прощения там, на Голгофе у Христа. И он просит прощения и говорит, Иисус, Христос, прости меня, помяни меня, когда ты будешь в Царстве Небесном. И Христос произносит эти слова. Ныне же, сегодня, сейчас, в этот момент, в день твоего покаяния, в день твоей веры, в день этого твоего спасения, ныне же, сегодня будешь со мною в раю. И мы видим, он, дорогие друзья, продолжает спасать людей, но спасать тех людей, которые верят в Евангелие, тех людей, которые верят в Иисуса Христа, тех людей, которые осознают себя грешниками, тех людей, которые, дорогие друзья, признают истинно себя грешными людьми. Далее, необычное происходит там, на Голгофе. И почему оно необычное? Потому что Христос еще произносит одно слово. Да, в этом отрывке Священного Писания мы об этом не читали. Да, в этом отрывке этого слова нет. Но в Евангелии, поверьте мне, это есть. И если я сегодня эти места Священного Писания не буду зачихивать все. И это слово очень касается нас сегодня также всех. Христос, находясь именно там, в этих страданиях, на Голгофе, Он обозревает всех людей, которые вокруг Него. Он видит учеников, Он видит и свою маму. И когда Он увидел свою маму, которая Его родила и стояла у Голгофского креста и плакала, и Он увидел ее. Увидев ее слезы, увидев также Иоанна, Он опять набирает в грудь свою, воздух подымается для того, чтобы произнести очень важные слова, важные слова для мамы своей и важные слова для учеников, а также и для всех людей. И Он говорит на маму свою, и говорит, Жену, все сын твой на Иоанна ученика, и говорит Иоанну, Эй, Иоанн, позаботься о ней. Я не могу сейчас позаботиться о ней, но ты позаботься о ней. Друзья дорогие, эти слова нам говорят о том, как Бог, как Иисус Христос заботится о людях. Он помнит даже тяжелое для Него время. Каждый из нас, наверное, переживал именно тяжелые времена в своей жизни. Тяжелые времена бывают разные, и от болезней, и по каким-то другим причинам тяжелые времена также наступают в нашей жизни. Но скажите, друзья, дорогие, в это тяжелое время, насколько мы помним о других людях, или мы вообще о них забываем? Но Христос был не Бог. То есть, Христос был Бог на сто процентов, и Христос был человек на сто процентов. Он был человек на сто процентов. Он испытывал те же боли, которые испытываем и мы. И он среди этого говорит о, и заботится о своей матери. Казалось бы, что именно в это время ему трудно заботиться о других людях, о родственниках, но он заботится о них. И поэтому, дорогие друзья, братья и сестры, Христос показывает нам своим примером, как мы должны заботиться друг о друге. Не ссылаться на то, что я сегодня не могу заботиться друг о друге. Не ссылаться на то, что у меня очень и очень тяжело, тяжелая обстановка, и поэтому я не могу помочь именно другому человеку. Но Христос этими словами показывает и обращается к своей матери и показывает всем, что он заботится о каждом в отдельности. Четвертое слово, Иисус Христос уже обращает это слово к своему небесному отцу. И он говорит такие слова «Боже мой, Боже мой, для чего ты меня оставит?» Матфея 27 глава, он эти слова говорит «Боже мой, Боже мой, для чего ты меня оставит?» И эти слова это не претензия Сына Божьего нашего Господа Иисуса Христа к Отцу Небесному нам надо понять, что произошло и какая была катастрофа там в этом мире и почему Отец Небесный именно закрыл свои глаза, свое лицо и не мог смотреть на смерть своего Сына Возлюбленного и своего Сына Единородного. И поэтому Иисус Христос молится, но нам надо понять, какую скорбь испытывал Христос и почему эту скорбь испытывал Христос. Потому что в этот момент, когда там умирал Иисус Христос на Горговском кресте, грехи всего мира легли на Сына Божьего. И Отец Небесный на эти грехи всего мира не мог смотреть, потому что, дорогие друзья, братья и сестры, это было очень и очень-то тяжело. И если кто измерит глубину этой смертной скорби, почему это произошло, тогда мы можем помнять вот эти слова «Боже мой, Боже мой, для чего ты меня остави?» Последние минуты жизни Христа приближались к концу. Мир должен узнать, для чего потребовали все эти невидимые и невыразимые страдания нашего Господа на Долговском кресте. И вот в это время, когда грехи всего мира на него ложились, Христос вопьет и молитва к Отцу Небесному «Господи, Отец Небесный, я не теряю с тобой связи, Отче Небесный, я взываю к Тебе, Боже мой, Боже мой, для чего Ты меня оставил?» А Он оставил лишь только для той цели, чтобы взял наши грехи, чтобы мы не были оставлены Богом. И поэтому, дорогие друзья, братья и сестры, сегодня Божий призыв раздается каждому из нас, чтобы мы поняли, почему Иисус Христос приходил на эту землю. Пятое слово, которое Христос произнес, И Он сказал, «Отче, в руки Твоей предаю Дух Мой». Он все предавал всегда в руки Отца Небесного. И Он говорит этими словами, что Я сделал все, для чего приходил на эту землю. Он говорит о том, что Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил Мне исполнить. И поэтому Я все исполнил и выполнил Твою волю. Поэтому Я все именно предаю в руки Твои. И даже свою жизнь Я предаю и свой Дух в руки Твои. шестое слово, которое также было произнесено на Голгофском Христе нашим Господом Иисусом Христом, оно довольно уже эти последние слова очень были короткие. Сир у Христа оставалось очень и очень мало. Я уже вначале говорил о том, для того, чтобы Христу именно сказать предложение или слово, то нужно встать на эти гвозди, которые были забиты в него, и подняться, и набрать в грудь воздух, и произнести слово. И это было нелегко, это было очень трудно, и поэтому последние слова, они довольно очень короткие, емкие, но важные для нашего значения. И вдруг он произносит слова жажду. Наверное, многие из нас испытывали, что такое жажда. И когда жажда, дорогие друзья, это очень, очень больно в нашей жизни. Даже жажда заглушает ту болезнь, которая есть у нас. Вы представляете, дорогие друзья, именно если у нас есть какая-то болезнь, и если у нас очень сильная жажда, мы забываем моментально про все свои страдания, болезни, и говорим «хочу пить, я жажду». И вот Христос, дорогие друзья, именно в такой ситуации был, и он говорит «жажду». Слово одно «жажду». И когда услышали люди, а услышали те начальники, они думали, он хочет пить, и для того, чтобы облегчить, то они не давали Богу, а уксус, и для того, чтобы облегчить его страдания, но Христос отведал и не захотел пить. Наверное, каждый из нас в отдельности когда-то понимает, когда мы были в больнице, или кто-то операцию, может быть, какую-то переживал, и первые дни дают обезболивающие уколы. И мы, дорогие друзья, один, два, три дня, мы не чувствуем этой болезни, но для того, чтобы нам не подсесть на этот укол, и не стать наркоманами, врачи потихоньку все это убирают. И мы чувствуем, что это что-то не так. Я, когда первая операция в моей жизни была, и когда мне давали сюда обезболивающие, на третий, четвертый день перестали, четвертый день приходит сестра поворачивайся, не поворачивайся, сюда. Она говорит, как быстро понял. Она говорит, один день последний сделаю, и все. Вы, друзья, Христос не захотел. Он до конца испытал эти страдания. Он до конца перенес все то, что именно надлежало. и поэтому, дорогие друзья, он страдая, и у него появилась жажда. И тот человек, который был на этой земле, тот человек, который о себе говорил, я есть живая вода, и вдруг он жаждет. Это говорит о том, что истинно он был человек, что он был сын Божий, и он пришел для того, чтобы спасти нас. Но в этом слове выражается еще одно значение, он жаждет спасения, быстрее бы произошло это, спасение этого мира, спасение людей, он жаждет, чтобы это быстрее произошло. Но он не хочет так, как вот эти начальники сразу же хотели облегчить, его страдания, он хочет, чтобы это произошло до конца. И поэтому, дорогие друзья, вот это слово жажду Христов также сказал на Голгофском кресте, когда он висел. И последнее слово, которое сказал Иисус Христос на Голгофском кресте совершилось. Тоже одно слово, но оно емкое, имеет большое значение для нас, а особенно верующих людей, которые понимают сегодня Евангелие. Он произнес этих словах именно умирая, но он произнес эти слова не просто, дорогие друзья, уныло, но он, набравшись последних сил, сколько есть. Опять, дорогие друзья, поднимается на этих гвоздях и берет большой глоток этого воздуха и громко говорит, дорогие друзья, это слово, чтобы все слышали и говорить «совершилось». Когда я был в Израиле, то я был на этой гвы. Если набрать хорошего воздуха и произнести из креста, то в толпу несется это слово и пронизывает всю эту толпу совершилось. Что совершилось? Что совершилось там? Почему Иисус Христос произносит эти слова? А он говорит всем людям, которые стояли и сегодня через Евангелие, он говорит «совершилось спасение рода человеческое, совершилось наше спасение». Поэтому, дорогие друзья, он произнес эти слова, это слово очень громко, потому что это слово было победным словом над дьяволом, потому что там он победил дьявола, и там была победа, и победа была за ним. Борьба Иисуса окончена, окончена, и битва у дьявола была выиграна уже там на Христе, и Христос выразил вот этим словом, вот это значение «совершилось», совершилось спасение всего мира, совершилось спасение рода человеческого, произошло примирение Бога с человеком, и теперь та пропасть, которая была между человечеством и Богом, через которую нельзя было пройти, лежал этот крест, и на нем Христос, и через этот крест, через Христа, можно пройти к Богу. И поэтому, дорогие друзья, это слово имеет великое значение. После победного слова совершилось на Голгофе, прозвучала его молитва опять. Если мы видим, дорогие друзья, вначале он молился о людях и говорит «прости им, ибо не знают, что делают». И вот в заключении молитва «Отче, в руки твои предаю дух мой». Там, на Голгофе, мы видим, воцарилось глубокое молчание. Когда замолчали люди, заговорила немая природа. Земля покрыслась, и камни расселись. Завеса в храме юрусалимском разодавалась снизу доверху. это символ открытия свободного доступа к престолу благодати через свет Иисуса Христа на Голгофском кресте. На Голгофе народ, который тогда кричал «распни, распни», теперь бьет себя в грудь. А сотник, руководивший этим процессом, в великом сокрушении теперь говорит, истинно, это был человек, сын был, этот человек сей был сын Божий. Таким образом, дорогие друзья, час смерти Христа была потрясена не только земля, не только и 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 потрясены многие равнодушные сердца людей, которые были равнодушны ко Христу, и они пришли к Нему. И Бог, и Христос сегодня потрясает многие сердца людей сегодня, которые в молитве покаяния приходят к Нему и говорят «Прости меня, Господи, я хочу жить для Тебя, служить Тебе». Борьба Иисуса, Христа было там на Голгофском кресте окончено. Битва была выиграна, совершилось это спасение, у Него тогда получилось это, у Него и сегодня получается спасать людей и приводить людей ко спасению, и чтобы люди веровали в Него, у Него и сегодня это получается. Иисус ждет тебя у Креста, это правда, Он любит тебя, Он милостит тебе, Он зовет тебя, и поэтому если ты слышишь этот голос, который Иисус Христа сегодня раздается, то это для тебя Божий призыв, и ты должен ответить на Него. Если не ответишь, не встретишься с Ним сегодня, здесь на этой земле, то в вечности ты будешь встречаться с Ним не как спасителя, а как судьё. Поэтому, дорогие друзья, пусть Господь благословит вас, ваши сердца. И сейчас мы приближаемся к тому, которое многие ожидают, вот, постановку, для того, чтобы эта постановка нам расскажет ещё больше, лучше, что же происходило в эти дни и в этот час с Иисусом Христом. В этом